Следующий наш гость, совершающий гость сегодняшнего вечера на Zalmayev International, это Игорь Эйдман, российский социолог. Игорь, приветствую. Добрый вечер. Добрый вечер, Игорь. Я понимаю, тебя не было на... Мы на ты или на вы, прости? Только что я был и с Марком... На ты, на ты. На ты. Ты очень молодой. Да. Уважаемый и молодой. Поэтому на ты спасибо. Первый раз тогда буду с тобой в эфире на ты. Не было тебя на съезде депутата в Варшаве? Да, меня не было. Не было на этом съезде. И тем не менее, я так понимаю, ты солидарен с целями этого съезда. Вот позволь мне процитировать твой пост по поводу того, что происходило, где ты пишешь, что ты не понимаешь и хочешь понять, что путинский режим террористический. Признают это практически все позиционеры. Я цитирую тебя. Однако очевидно, что с террористами невозможно бороться исключительно ненасильственными методами. Почему же тогда инициативы по переходу к вооруженной борьбе, которые предлагают бывшие российские депутаты, собравшиеся на свой съезд в Польше и параллельно работающий там же Гражданский совет, создавший свой центр мобилизации, вызывают такую жесткую неприязнь большинства оппозиционных авторов? Такой риторический вопрос. А ты можешь попробовать на него ответить сам, на свой же вопрос? Почему? Да, нет, он, кстати, не совсем риторический, потому что действительно я не очень понимаю, почему это происходит. И есть у меня несколько гипотез по этому поводу. Я думаю, что, скорее всего, главная версия, почему так происходит, это всё-таки межличностные отношения в оппозиционной среде. Дело в том, что какую бы инициативу кто бы ни проявил из известных людей в оппозиционной среде, неважно, там фамилии все нам известны, и этих инициатив достаточно много, но какой бы инициативу ни проявил, его поддержат люди, которые условно хорошо к нему относятся. Но так как у нас, к сожалению, в этой оппозиционной среде отношения, скажем так, мягко говоря, между людьми довольно сложные между всеми, и очень часто люди подозревают друг друга в недобросовестности и так далее, и так далее, поэтому, что какую бы инициативу ни выдвинули, сразу приходит толпа хейтеров и говорит, «Нет, этот человек, значит, ведёт нас не туда, не вождь он нам, не вождь». Или вождь, но который ведёт нас, как Иван Сусанин в болото. А тем более такая очень тонкая тема, как вооружённая борьба. Почему? Потому что вооружённая борьба — это, помимо всего прочего, огромная опасность для людей, которые этим занимаются. И поэтому, безусловно, кто бы её ни выдвинул, кто бы ни кинул этот клич к нему, он сразу приходит и спрашивает, «Слушай, парень, а ты сам-то готов вообще воевать? А ты вот других призываешь, а ты откуда это делаешь? Ты это делаешь, как Владимир Ильич в своё время, я с вами, товарищи, на баррикадах, а телом я, к сожалению, в гостинице в Берне или в Цирюхе». Вот, понимаете? То есть этот вопрос, конечно, возникает, и они, я не скажу, что они праздные, они вполне, они, в общем-то, правильные. Вот я, например, могу сказать, что я, например, не буду никого призывать к никакой вооружённой борьбе. Почему? Потому что сам я воевать не готов. Вот такой они хороший человек, обыватель, филистёр, как говорил. И трус. Любил ругаться. Тот же Владимир Ильич Ленин, которого мы вспоминали. Да, я не готов воевать. Может быть, не знаю, я тут разговаривал с одним известным правозащитником, недавно, не буду называть его фамилией, хотя его, конечно, все знают. Он мне сказал, что если бы мне было лет 20, может, я бы тоже воевать пошёл. Я что-то подумал и так что-то мне показалось. Знаешь, что если бы мне даже 20 лет было, я бы тоже всё равно воевать бы не пошёл. Слишком я всё-таки буржуазный, филистёр. Я всё-таки не готов, понимаете, на это всё. Соответственно, я не могу и людей призывать. Вот я вообще, ты, наверное, знаешь, что я историк по образованию, и очень всю жизнь увлекался историей. И у меня, в общем, мой конёк, и я страшно всегда этим интересовался, к сожалению, профессионально ничего не сделал в этой области, но общаюсь с профессиональным историком. Значит, партия СССР. Потому что партия СССР, конечно, была замечательная партия, великая, я считаю. И это страшная проблема, в общем-то, катастрофа историческая для России, что СССР, которые контролировали практически большинство учредителей собраний, вместе с союзниками своими, другими, значит, социалистами демократическими, они не стали правящей партией в России, потому что это был бы вообще лучший, идеальный вариант. Ну так вот, но СССР, да, там у них не было такого, конечно, там все рисковали, по большому счёту. Если вот человек взялся, что называется, за пушку, не говоришь, что не тюж, если человек сидел в эмиграции, то он, не поверишь, периодически пытался проникнуть в Россию, проникал, там, подпольщиков, значит, помогал своим подпольщикам Гершуни, например, да, или Михаил Гоц, вот, или другие, там, Борис Савенков, вообще, лично всё его сглавлял, руководил. Ну, я про провокатора Евна Фишелевича Азефа не говорю, я говорю только о хороших людях. Вот, то есть они сами, они, что называется, жизнью отвечали. Поэтому вот я не готов был бы, например, приезжать там в какое-то собрание, и там говорить, давайте к оружию, друзья, к оружию, ну, тогда, значит, надо, что мне, следующий ход у меня какой должен был быть? Ну, как минимум, приехать в Киев и записаться в Легион, там, в свободной России и прочее, прочее. Но я говорю, я такой вот нехороший обыватель, человек, который трясётся, видимо, за свою мещанское благополучие и жизнь, за свою семью, перед которой у меня очень серьёзные обязательства, да, и так далее. Я не готов это делать, поэтому я очень не готов и призывать других. Ну, вот я надеюсь, что ты сможешь сейчас свой багаж исторических зданий применить. Вот, к следующей ситуации, на которую я хотел обратить внимание, в сети активно разворачивается история морпехов Приморского края. Они написали письмо с жалобой на то, что в бригаде очень много потерь. После того, как история стала публичной, они записали видеообращение. Друзья, у нас есть это обращение? Давайте посмотрим. Дорогие земляки, дорогие наши приморцы, вот, сегодня вам стало известно, что прошла информация, якобы 155-й бригады нашего отряда уже не существует. Ну, мы вам хотим сказать, что отряд строй держит, а вот, бригада воюет. Ну, вот тут еще на это же отреагировал губернатор Приморья. Он ответил на письмо морпехов. Он призвал их быть патриотами. Так, а после этого отреагировал на это. Не будем сейчас смотреть, это долго. Президент Украины Зеленский. В начале обращения Зеленский по Украине сказал, что в Донецкой области ежедневно погибают сотни российских военных. Территория буквально завалена телами оккупантов и так далее. И, в общем, он, так-так-так-так-так, перейдя на русский язык, рассказал, что морские пехотинцы из Приморья пожаловались в губернаторство края Кожемяка на колоссальные потери, а тот в ответ предсказуемо соврал, сказав, что потери далеко не такие. Тем не менее, мы знаем из многих источников, что вот недавно село Макеевка на Луганской области погибло буквально одним махом чуть ли не 500 военнослужащих, свежемобилизированных и так далее. Так вот, почему я сказал по поводу твоих багаж исторических знаний. Какие наиболее релевантные, если они и есть прецеденты, и наиболее свежие, релевантные для нынешней российской армии с ее ужасными, ужасающими потерями, которые показывают то, что вот эти потери, они делают невозможным продолжение войны, собственно, когда армия просто теряет все силы продолжать войну. То есть я веду к тому, когда можно ожидать сворачивания этой войны, если вот такие потери до тысячи в день. Да, тут как бы есть два момента, да. Приведут ли эти, первые, приведут ли эти потери к тому, что, значит, Путин там вместе со своими опричниками, с которыми он перует в Кремле, вдруг начнут чесать репу и говорить, что ох, жалко, столько людей гибнет, как же так, давайте мир заключим. Конечно, такого не будет. Абсолютно люди безжалостные, абсолютно плевать на людей, да они вообще как бы считают, что те, кто идут в армию, это же еще у них такое иерархичное сознание, вот этой всей как бы российской верхушки. Они вообще, это вообще для них не люди. Человек для Путина, я думаю, начинается с генерала ФСБ. То есть полковник ФСБ еще это так, какой-то он терменьш. А вот генерал ФСБ уже с ним можно считаться. Но генерал ФСБ там не так многое погибает, может быть и были прецеденты, честно говоря, не знаю. А гибнет простые россияне, на которых Путину глубоко из прибора положить. Но из этого ни в коем случае не надо делать вывод, что это все напрасно. Нет, конечно, не напрасно. Эти потери, это очень сильное давление, в том числе и на эту армию, на армию, которая процент мобиков, то есть процент совершенно немотивированных и непрофессиональных людей, он будет все время расти. Если вот мы вспоминали про историю, если приводить исторические аналогии, то мне вообще вот эта война, агрессия против Украины, она в некоторых аспектах все больше напоминает участие России в Первой мировой войне. Это огромная, постепенно растущая армия, состоящая из немотивированных людей абсолютно, причем в основном из социальных низов. Эти люди, тогда это крестьяне были, сейчас всякий такой, знаете, такой люмпен пролетариат, из мелких городов, основная часть армии. Вот, это первое. Второе, значит, война, тогда ее называли социалисты, правда, империалистической войной, да, почему? Потому что она была немотивирована, что нужно типа Родину защищать, враг наступает, как была так называемая Великая Отечественная, то есть Российскую часть во Второй мировой. Не будем там детали вспоминать, что в 1939 году сам же СССР там участвовал в развязывании этой войны и был захватчиком. Но в 1941 году властям, по крайней мере, удалось такую картину мира продать населению, и Гитлер этому, что называется, помог Сталину в этом своими действиями, в том числе и своей жестокостью в оккупированных российских и советских еще землях, что вот на враг наступает, или мы, или он, враги сожгли родную хату, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, вперед из песни. Вот такую историю сочинить не удастся, потому что под нее нет совершенно никакого мяса, никакой основы у нее реальной нет абсолютно. И люди догадываются, что это, как и Первая мировая война, и война империалистическая. Тогда хотели зажить народонаселение, вот элиты тогдашние, всякие патриотические, всякими россказнями о том, что вот мы теперь должны за Константина Груза, за Царьград, то есть Стамбул захватить, и колокола, и кресты над куполами Царьграда опять засверкают. А народ говорил ему, этим всем, значит, агитаторам, а нахрен нам твой Царьград нужен вместе со Стамбулом. Хочу в деревню, там, знаешь, у нас урожай уже скоро, потому что цели войны были непонятны. Еще ровно то же самое и сейчас, цели войны тоже непонятны. Я думаю, что простому россиянину Херсону Мелитополе нужен в такой же степени, как Царьград Стамбул, россиянину в 1914-1918 году. Да, вначале удалось какую-то патриотическую истерию накачать в 1914 году, там, все кричали в один голос, начиная даже, там, не знаю, от поэтов и заканчивая охотнорядскими, значит, этими лавочниками, да, как Северянин писал, значит, «Тогда вас нежный, ваш единственный, я поведу вас на Берлин». То есть даже Северянин заделся в патриот. Значит, и тоже, значит, и сейчас тоже какие-то, значит, нежные, единственные ведут на Киев, правда, всякие там эти ребята с НТВ и прочих-прочих, да, Russia Today, известный персонаж Красовский, тоже нежный, единственный, вот. Но, ну, тогда население, тогда народа, это тогда не доходило. И сейчас не дойдет, не доходит. Они этого не понимают, цели войны. А что дальше? Крупные потери, с чего мы, собственно, начинали разговор, с одной стороны, значит, отвратительные условия. Тогда тоже, в общем, армия плохо снабжалась, оружие было устаревшее, значит, по-свински офицеры относились к солдатам, все это было и тогда. Значит, и, естественно, то же самое. То есть в какой-то момент у них, правда, это было постепенно во время февральской революции, это произошло в гарнизоне Петрограда тогда, он так назывался, значит, ну и потом распространилось по всей стране. По большому счету, армия вышла из-под контроля. Я не исключаю, что такая же ситуация повторится. Правда, тут ключевое значение тогда, во время Первой мировой, имели гарнизоны. Гарнизоны. Именно солдаты гарнизонов, которые боялись, что их отправят на фронт, они больше всего, самые были революционные. В общем-то, они сыграли огромные роли февральской, и в Октябрьской революции. Сейчас, я насколько понимаю, может быть, тоже, кстати, возникнет такая угроза, что начнут посылать всяких там росгвардейцев, и уже, кстати, посылают, и тыловых, значит, солдат на войну, они тоже могут, испугавшись смерти на войне, знаете, какие там условия отвратительные для, значит, военных российских, они тоже могут какой-то роль сыграть. Но это уже, я не знаю, это как бы детали. А в принципе, я думаю, что как минимум, эта армия будет слабая, очень низкая у нее боеспособность будет, а как максимум она постепенно будет разлагаться и выйдет из-под контроля. Вот знаешь, ты говорил по поводу очень такого короткого промежутка времени, когда был подъем в 2014, да, на такой вот, и я поймал себя на том, что я подумал про 2014, а потом, то есть, они, может быть, даже какие-то взаимозаменяемые, 1914-й, 2014-й тоже ситуация другая, но там тоже речь шла о каком-то подъеме, Крым наш, конечно, был и так далее. То есть ты хочешь сказать, что разговоры о сатане, Люцифере и Иблисе, что вот русские как бы не внемлют глаз у своих лидеров, что это же страшные персонажи, и против них нужно бороться. Да, это такой последний, значит, козырь медведя вынул, да, последний, даже не козырь, а целые три карты, как прямо буквально, как у капитанской дочки, да, три карты с ряда, значит, сатана, дьявол, Причем это вообще, это как Аллах, как Аллах и Бог, это одно и то, это синонимы просто на разных языках. Ну, в принципе, да. Да, синонимы, но просто Иблиц это в исламе такое название употребляет, но это в арамических религиях, в принципе, это одно. А, сатана, Люцифер, то есть, да, они же экуменистические такие стали, ты, наверное, видел эти обращения, есть видео, когда обращается там, возможно, кадыровец, кроти солдат, стоящих там, среди них, наверное, мусульмане и православные, вот он говорит, где шатанизация, где сатанизация, обращается к некому общему богу, то есть и мусульманскому, и православному, в борьбе с сатанистской Украиной. Это, вообще-то, было с самого начала войны, ну, как бы, вопрос действительно открытый, насколько это может быть действенно, ну, в общении с людьми, которые глубоко все-таки мирские, то есть, секуляризированные. Ну, российское общество, оно не намного более религиозное сейчас, чем было при Советском Союзе, может быть, даже менее. Я уже молчу про социальные нормы, про то, что уровень развода, если мы говорим про скрепы, ну, ты, как социолог, знаешь, самый высокий в мире уровень развода у россиян. То есть, тезы заведомо нерабочие, мне кажется. Абсолютно. Я тоже считаю, что это так. Если, да, мы вспомним все исследования, если мы социологию коснусь этой темы, в свое время, когда ныне покойный Борис Дубин, очень серьезный социолог, в общем, мыслитель, значит, проводил исследования на эту тему, и целый доклад готовил, насколько религиозность в России поверхностна. То есть, это совершенно… То есть, есть люди религиозные, которые подсели на эту поповскую шнягу, но их очень мало. Их там 10-15%. А в основном люди религиозные очень поверхностные. Просто они себя как бы идентифицируют с православием, только, ну, вот условно, я русский, значит, я православный. И все, это как бы… За этим дальше ничего не стоит. И я думаю, что напугать их сатаной, а уж тем более иблицом, довольно сложно. Это только нет. Медведеву понятно, да, у него, видимо, белая горячка, и известно, что при белой горячке люди гонят чертей, да, на них черт нападает. Поэтому для него это вполне было органично. Я думаю, что он с ним сражается и с сатаной, и с иблицом периодически чуть не каждый день под вечер, да, даже, наверное, чаще с ним сражается, чем со своей женой Цветланой, да, которая, наверное, его там мутузит, да, как рутких алкоголиков и Джона обычно мутузит там какими-нибудь этими выбивалками для ковров или чем-нибудь в этом роде. Но для населения это абсолютно непонятно, это всё бред собачий. Вообще единственный аргумент, который приводит власть, чтобы заставить людей воевать, приводила с самого начала, это бабки. Бабки, да, это народ понимает. Более того, некоторые люди вот в России доведены до такого скотского, я по-другому не могу сказать, состояния, что они готовы за деньги просто умирать. За ипотеку, за ипотеку, да. За ипотеку. Они все закредитованы, перекредитованы, просто в безвыходном состоянии. То есть там вешаться или идти на войну. А у жены, значит, соответственно, что делать? Или, значит, всей семье повесится, или мужа продать, труп мужа продать государству и на эти деньги, значит, как-то выжить. Понимаете? И, кстати, вот пока шла ещё добровольная вот эта история со всякими добровольными полками и прочее-прочее, я внимательно мониторил ту пропагандистскую продукцию, которая призывала людей, значит, на войну. Так вот там, значит, какие-то героические, про сатану-то мне было ни слова, значит, про какую великую Россию тоже почти ничего не было. А зато 90% текста на всех этих листовках и призыву — это материальная стимуляция. Сколько будет получать, сколько, значит, выплатят семье, сколько за ранения, что-то бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Так что могут они сражаться только за деньги, но я всё-таки надеюсь, что деньги скоро у них начнут кончаться, я имею в виду у российских властей. С 1 декабря вступает в силу эмбарго на российскую нефть в раму большой семёрки Евросоюза. Вскоре будет, через пару месяцев, эмбарго на нефтепродукты. Это очень важно, это сильно должно ударить по бюджету. Сейчас экспорт нефти у России даже вырос, потому что напоследок затаривается, что называется, а потом это всё падёт очень сильно. Это, я думаю, к весне будет уже существенно. А, Игорь, к разговору о православии и на Страже Отечества, вот у нас есть лайфики такие, видеозарисовочки того, как батюшка Московского Патриархата научил российских солдат, по его словам, правильно заряжать оружие, начитывая при этом молитвы. То, что мы видим сейчас, это война прежде всего духовная, потому что антихрист идёт на Русь Святую, на православие. И хотелось бы вас научить, чтобы вы правильно заряжали патроны. Для того, чтобы патроны летели в цель именно туда, на уничтожение врага, а не куда-то в молоко или, так сказать, в воздух. Поэтому Святые Отцы учат нас так. Когда берёте патрон, заряжайте и произносите следующие слова. Пресвятая Богородица, спаси нас! Святой Иванович Николай, моли Бога о нас! Царь Николай II, моли Бога о нас! Смешно и страшно одновременно. Ну и вот я из фейсбук-странички Всеволода Чапнина, разжаланного батюшки, православного и критика сейчас духовенства РПЦ, узнал о том, что в Украине ликвидировали российского боевого попа. Как сообщается, протеерей Михаил Васильев в зоне проведения боевых действий исполнял пастырские обязанности. Это именно тот поп, который ранее в эфире телеканала «Спас» призвал россиянок рожать как можно больше детей, чтобы не жалко было их отправлять на фронт. Знакомая моей семьи продала практически всё, что у неё есть и отправила своего ребёнка на Канарские острова, потому что она очень за него переживает, за своего ребёнка. И объяснить ей вот это всё не представлялось возможным. Потому что она говорит, это всё, что у меня есть. Я готова отдать всё, лишь бы мой ребёнок был там, вдали от этой непонятной для меня ситуации. Вот вы матерей ведь понимаете? Понимаете их сердце в этот момент? Ну, я понимаю прекрасно, что каждой даме от природы Господь в большинстве случаев попустил родить множество деток. Если дама, исполняя эту заповедь Божию, плодитесь и размножаетесь, отказалась от, соответственно, искусственных средств прерывания беременности в самом широком спектре, то, очевидно, ребёночек у неё будет не один, а больше, в большинстве случаев. А значит, ей не так больно и страшно будет, соответственно, с ним расставаться, пусть даже на время. Так как бабы ещё нарожают, буквально, да, теза, но вообще-то это всё вырисовывается в некий такой православный ИГИЛ. Старается только вот догадываться, насколько всё-таки, как далеко это пойдёт, но это действительно ужасно. Я не знаю, что здесь можно ещё сказать. Но, возвращаясь к теме того, как российское общество воспринимает эту войну и как меняется уже после мобилизации настроения, опрос показал последний, вот что в России, возможно, ты уже видел этот опрос, Игорь, сокращается число сторонников продолжения военных действий в Украине. Вот вы сейчас даже видите графику на экране. Согласно статистике, пик поддержки военных действий пришёлся на март-апрель 22-го года, к осени начал плавно снижаться. Наиболее критичные к войне относятся женщины и молодёжь люди с низким уровнем дохода. И опрос также показал, что среди сторонников войны лишь около трети готовы тем или иным образом лично в ней участвовать, к примеру, жертвовать деньги на нужды армии. Игорь, что, лёд тронулся, вот глядя на эту статистику, во-первых, насколько ей можно доверять, должен ли Путин начать серьёзно уже волноваться? Я вот смотрел, наверное, это тот же опрос, вот последний опрос Левадо-центр, но он, правда, был довольно, то есть не вчера, а был неделю-две назад. Значит, там, да, была такая тенденция, но она очень слабо выраженная. То есть... Количество людей, поддерживающих войну, сокращается очень медленно. Отличается. Налечается. И, кстати, после того, как были вот эти поражения российской армии в Харьковской области, а потом и вот эта мобилизация тоже, она ударила по популярности власти, было даже снижение рейтинга небольшого Путина и снижение людей, числа людей, которые считают, что в стране всё идёт, что называется, правильно и, ну, по порядку, да, по положенному. Значит, но потом, сейчас, пропаганда опять начала там истерить, накачала людей, и, значит, там всякие были показательные выступления у российской армии, там, у российской авиации, бла-бла-бла, и население начало опять, опять рейтинг Путина пошёл вверх. То есть пока я не вижу, то есть эта тенденция не является какая-то очевидной и необратимой. Она станет очевидной и необратимой, когда критическая, накопится критическая масса военных поражений российской армии, когда вот эта армия, которую, как мы уже говорили, да, очень низкокачественная с точки зрения военного вообще дела, я уже не говорю, как военное искусство, это вообще несочетаемые вещи с этой армией, когда она реально побежит. Вот мы вспоминали про Первую мировую войну довольно долго, там, война, не то чтобы была популярной, но население без рук нашло на убой. То есть 14-м война началась, а революция произошла только в 17-м. То есть прошло меньше, правда, трёх лет, потому что революция началась в начале, в общем, года в феврале. Но тем не менее, прошло довольно много времени. Сейчас, надеюсь, что все процессы идут быстрее, и в том числе и этот процесс пойдёт быстрее, я имею в виду процесс разочарования в этой войне и процесс отторжения. Но для этого, как я уже сказал, должна накопиться критическая масса. Тут ещё есть какой момент. Российские власти, они подсадили население на такой наркотик победы. Они жестоко, значит, много лет уже прессуют мозг и внушают людям, что мы народ-победитель, бла-бла-бла, мы победили Великой Отечественной, мы победим и сейчас. Вот такая утопия будущей победы. И что вообще Россия никогда не проигрывает. Это абсолютно антиисторическая история. Алло.